Здравствуйте, приветствую вас. В данном видео уроке мы поговорим на тему, как пополнить ОКПЕЙ кошелек. Итак, делать это мы будем с мониторингов обменников BaseChange. Если вы нашли данное видео на YouTube, то снизу в описании. Под этим видео я оставлю ссылочку на данную страницу. Можете перейти и смотреть вместе со мной. Итак, справа то, что мы получаем, слева то, что отдаем. Итак, давайте сразу справа найдем ОКПЕЙ. Вот он. То есть, доллары, рубли, евро, неважно, что мы выберем. Ну, давайте, допустим, доллары. Слева мы ищем то, с чего будем пополнять. То есть, если здесь есть ваш банк, то можете нажать сразу там Сбербанк. То есть, если вы житель России, то здесь вот банки. Если житель Украины, то увидим вот с Приватбанка, с Ощадбанка и так далее. Либо можно выбрать сразу же любая виза мастер-карт рублей, либо виза мастер-карт гривны. То есть, это значит, что с любой карточки виза, либо мастер-карт. Либо с любого банка. То есть, со счета банковского, с рублевого. То есть, ну, почему-то с Украины нельзя с гривнами. Ну, в принципе, я думаю, возможно, я думаю, что можно воспользоваться вот этим виза мастер-карт. Либо, если у вас есть Приват, то сразу можно с Привата. Либо вы житель России тогда. Ну, давайте с любого я уже покажу. Допустим, вы житель России. Со Сбербанка давайте, да. Вот, перед нами здесь появляется справа много различных обменников. Вот, те, которые повыше, они более выгоднее. Те, которые ниже, мы видим, что они менее выгоднее. Поэтому давайте выберем тогда самый верхний, да. Выбираем. Вот, и перед нами, в принципе, появляется сам обменник. Слева выбираем ОКПЕЙ. Вот, а справа выбираем уже... Ой, точнее, наоборот. Слева выбираем Сбербанк, да. Ну, мы видим, и Приват есть. То есть, ну, Сбербанк. А справа выбираем ОКПЕЙ тогда. Все, и нажимаем. Сейчас перед нами появится окно, через которое мы, собственно, уже и перейдем к самому выводу. Сейчас, что-то оно притормозило. Итак, ну, здесь пишем, сколько мы отдаем. Допустим, там, тысячу рублей. Получаем 13 долларов. Вот. Ну, здесь, в общем-то, можете подогнать сразу сумму, которая вам нужна. Если вам надо, допустим, там, 20 долларов, да. То мы видим, что вы отдадите, там, полторы тысячи рублей. Итак. Вот. Здесь вводите номер карты. Здесь на какой счет вам нужно. Эмейл, фамилия, имя, отчество. То есть, где стоят звездочки, то это значит, что это обязательные поля для заполнения. Вот. Нажимаете Далее и, собственно, переходите к самому обмену. Итак, ну, в принципе, здесь минимальная сумма обмена 10 тысяч рублей. Но это не маленькая сумма. Значит, этот обменник не... Если вы хотите меньшую сумму перевести, меньше, чем 10 тысяч, тогда выберите другой обменник. Давайте второй, допустим, посмотрим. Давайте посмотрим, что нам здесь предлагают. То есть, смотрим. Итак. Слева давайте напишем, допустим. Там, тысячу рублей, да. А, вот, минимальная 500 рублей здесь всего лишь. Вот. Поэтому, если вы хотите перевести небольшую сумму денег, тогда вот вам данный обменник. С которым вы это сможете сделать. Без никаких проблем. Вот мы видим, тут коин называется. Ну, и также можно любым из них воспользоваться. Курс здесь все время меняется. Так как вы, может, через час зайдете, уже будет другой на первом месте. То есть, особенно с теперешним курсом. Он вообще то выше, то ниже, непонятно. Вот. Ну, в принципе, вот так вот можно пополнить OkPay кошелек. То есть, не важно, рубли, доллары, что хотите. Таким образом. То есть, без всяких проблем. Ссылочка под этим видео. Все. На этом все. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok